Взрыв бензовоза произошел в центре Алматы. Огонь перекинулся на многоэтажный дом. По официальным данным, на месте трагедии погиб водитель автомобиля, 27-летний житель Ильичского района Алматинской области, отец двоих детей. В результате пожара сгорел магазин, пострадали 12 легковых машин и 20 квартир жилого дома. По словам очевидца Бектургана Лакадила, водитель до ЧП грубо нарушил правила дорожного движения. Мы спускались по Сифульно, за нами ехал этот бензовоз. Мы подумали, что он пьян, потому что он влево, то вправо брал. Потом стоящего джипа задел, затем еще одного. Потом пыль увидели. Машина перевернулась, бензин начал разливаться. Трагедия произошла здесь. Бензовоз на полном ходу врезался в эти деревья и перевернулся. Через арыки, в который попал горящий бензин, пожар распространился на соседней улице. Продавцам магазинов чудом удалось спастись. Они успели выбежать в последний момент. Жительница в многоэтажке Ольга Осинцева находилась дома, когда увидела огонь на балконе. Они с мужем успели выбежать на улицу. Сторонный балкон сразу загорелся. А дома сколько вас было? Вот нас трое. Парализованный муж и сын. Что теперь обещают вам? Ну, обещают. Какую-то компенсацию. Вот этот запасной ход, они используют его под помещением, склад. Он должен быть открыт здесь. Вот это нарушение. Для чего это сделано? Пожар удалось погасить спустя час. Лишь после ликвидации огня полицейские разрешили вернуться в свои квартиры. У Ольги Осинцевой сгорела почти вся квартира. Хозяйка, взяв самые необходимые вещи, поехала к родственникам. Прибывший на место происшествия Аким района Серик Кусаинов предложил пострадавшим временно разместиться в палаточном городке во дворе. Сейчас организовано будет здесь во дворе питание. Палатка установлена, чтобы люди могли как-то пересидеть. Параллельно мы готовим помещение, школу, либо другие возможности, чтобы сегодня вечером без крови никто не останется, всех жителей разместим. Пожару присвоена вторая категория сложности. Тело сгоревшего водителя бензовоза отправят в морг на экспертизу. Также выясняется причина аварии и техническую пригодность транспорта. Ответственным лицам грозит до 5 лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok